Уважаемые дамы и господа, разрешите представить соперников и первым бойца в синему клубу. Ему 21 год, рост 177 сантиметров, а вес 70,7 килограмма. Его стиль ММА, его прекрасный профессиональный рекорд. Два боя, две победы и ни одного поражения. Представляющий Нальчик Россия, Нурмуханэ Гашока! Его соперник-боец в красном углу клетки. Бойцу 25 лет, рост 175 сантиметров, а вес 75,1 килограмма. Его стиль ММА, его профессиональный рекорд. Восемь боев, три победы при пяти поражениях. Представляющий Урус Мартан, Ислам Индербиев! Рефери поединка Ашота Шуген. Итак, легкая весовая категория Нурмуханэ Гашока против Ислама Индербиева. Нурмуханэ в синем углу, Ислам в красном. Цифры на ваших экранах. У Нурмуханэда все пока в полном порядке, он на ходу. Но посмотрим, сможет ли сегодня Индербиев перезагрузить свой профессиональный бойцовский путь. Подбор дистанции. Можно сказать, без разведки сразу. Пытается прессинговать Индербиев. Из Левши. Неплохой лоу-кик. Да, из Левши работал Гашоков. Поменял стойку. Пытается раздергивать оппонента Индербиев. Интересно наблюдать, какие ключи друг другу подберут сейчас бойцы. Хайкик не прошел у Гашокова. Чуть-чуть так смещается влево от себя в сторону Индербиев. Заход в борьбу под номером один. И первый тейкдаун уже есть. Гашоков его совершил. Гард. Пока позицию не занял, но... Смотрим. Да, гильотина там не прошла. Замка не было. Можно колено в голову работать? Да, видимо. Боится потерять равновесие. И чтобы Индербиев не перешел, ни захват и не бросил. Видимо, не пытается он сейчас коленом бить. И вложил здесь корпус. Индербиев. Физически силен Гашоков. Ничего не скажешь. Да, он очень сильно, если можно так выразиться, эволюционировал. Очень набрал физически. Опять же зацеп получился у Индербиева. Не хватает контроля, как мне кажется, Нурмухамед и здесь. И гильотина не пройдет. Заход за спину. И Индербиева. Есть первый тейкдаун. Результативный. Остался за спиной. Продолжает атаковать. Пока у нас много борьбы. И работа коленом по пятой точке, по бедру туда. Ислам Индербиев работает очень прагматично. Ничего особенного не придумывает. Да, в принципе, то, что хорошо умеет. Не пытается форсировать события. Сейчас находится выигрыш. И узел плеча. Пытался провести гашок. Не вышло. Да, пока Индербиев не может занять позицию такую, чтобы можно было активно продолжать атаковать в партере. Нурмухамед очень хорошо защищается. И у нас стойка. Разрыв дистанции. Что здесь будет? Ставки зрения ударной техники. Вертушка не получается. Боковой удар. Легкий, но прошел. Вновь давление. Вот бойцы из красного угла. Да, Гашоков больше в выжидательной позиции. Индербиев раздергивает. Зато Гашоков постоянно ищет атаки на смещении. Стоит в разных стойках. Пытается как-то обмануть оппонента. А время уходит. Полторы минуты всего осталось в первом раунде. Да, вот с точки зрения именно судейских оценок творит, насколько сложен этот раунд. И опять же, как бы ты оценил всю борьбу? И отдельно, если взять борьбу. Ну, тут было, скажем так, заход за спину со стороны Индербиева. По тейкдаунам 1-1. Да, ну, как бы это тейкдауном и сложно назвать. В том смысле, что тейкдаун это же не просто бросок. Это бросок с занятием позиции. То есть, ну, это должно быть. То есть, просто бросили, перекувыркнулись, там встали. Это не считается тейкдауном. То есть, в целом, инициатива в борьбе в этом раунде была у кого? Да, ну, как бы визуально Индербиева. Опять же, ну, и те удары по бедру, все-таки они определенный вред наносят. Урон. Вред. В какой-то, в какой-то смысле, и вред тоже. Колено. Да, считается же, что боец, занявший позицию со спины, ну, как бы доминирует. Пошел! 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 А не выиграл ли он раунд? Возможно, возможно, там как бы надо смотреть. Там же попадания определенные были. Вот. Ну, одно могу сказать, секундантам Ганшокова надо дать ему какие-то напутственные слова, чтобы он немножечко инициативу взял в свои руки, если это получится. Вот. Потому что, скорее всего, первый раунд, скорее всего, за Индербиева. И опять же, еще раз отмечу, что этот парень очень стойкий, функционально хорош. Индербиев, кардиоспособности на уровне, отлично дышит. Так что здесь, возможно, Нурмухамеду Ганшокову нужно будет прыгнуть немного выше головы, чтобы одержать победу. Да, согласен, Алексей. Вот даже смотришь на Индербиев, он такой свежий. Ну, и Ганшока, в принципе, не скажу, что там устал сильно. Ну, впереди еще 10 минут. Да, впереди 10 минут. Закрывается калитка, и сейчас Ашаташваген даст отмашку. Поехали. Давайте посмотрим, у кого будет преимущество именно в стойке, потому что, по ощущениям, до борьбы точно дойдет. Неплохо. Неплохо. Вообще, хочу сказать, ну, мало бойцов, кто много работает по корпусу. А это все-таки важная часть. Оно вроде визуально не наносит такого урона, да? Но замедляет. Но, во-первых, замедляет, а во-вторых, сбивает дыхание. Вот сейчас более результативный был Ганшоков. Без борьбы и вновь в дистанция. И также обратите внимание, что Ганшоков довольно часто пробивал удары с вращением, и затем была пауза у Ислама для захода в борьбу. Но здесь Синдербиев просто пошел в лоб, как говорится. Контроль корпуса в стойке. Сейчас перейдет дыхание и, возможно, постарается спуститься на нижний этаж. Вот сейчас, можно сказать, тейкдаун есть. Да, причем тейкдаун именно с контролем. Да, да, да. Но, опять же, Синдербиев, боец очень прагматичный. Он не полетит вперед, он будет работать. Да, отсюда, кстати говоря, хороший удар снизу был. И локоть хороший зашел сразу. Поднимается на ноги. Ганшоков. И вот здесь как раз и проверяется вот тот самый момент. Молодой, перспективный, непобежденный против такого опытного бойца, как Ислам. Сможет ли все перевернуть? Да, больше трех минут осталось. Все может еще поменяться, конечно. Но пока Синдербиев опять в выигрышной позиции. И вновь те самые колени по бедру, но уже по другому бедру. Получается, и левую, и правую ногу отбил уже, в каком-то смысле. Синдербиев сопернику. Голову прячет, локти назад отсюда выбрасывать можно, но нанести урон довольно сложно. Да, Алексей, победа состоит из мелочей в том числе. То есть, эти удары по корпусу, по ногам, которые, казалось бы, там, визуального ущерба такого видимого не показывают. Но они влияют, в общем, имеют накопительный эффект. Тогда, надеюсь, не получится. Ложку дегтя вброшу, но ведь мы же видим, что Индербиев борется не рискуя. Очень аккуратно. Он понимает, что здесь у него есть преимущество минимальное, и ему этого достаточно. А нам-то, зрителям, мало. Нам-то нужна кровь, нокауты, сабмишины, которые сегодня были в изобилии. Да, да, начало, конечно, было таким, если так можно сказать, искры летели. Но при этом ребята очень динамично. Динамичный бой показывает. Ну, и вообще, если брать все предыдущие бои, у нас были там и сабмишины, и удушки, и треугольники, и одноударные нокауты, и такой максимально кровавый бой. Вот что еще должно быть в утренней сессии, чтобы мы сказали, что переплюнуть это вечером будет просто невозможно. Да, согласен, согласен. Возможно, что-то увидим еще. Утренняя сессия, в ней было все. А, только половина прошла. Минута 40 до конца. Посмотрите, как руки эпидемиологически висят у Гашокова, он устал. Сейчас нужно открывать второе дыхание. Да, Эндербиев при этом давит постоянно. Может быть, хайкик. Показывает ныркик корпусом Гашоков. Легкий фит ногой. Все это не очень быстро. Забирает позицию. Да. А я думаю, что спро пройдет. Очень даже. Отходит к сетке здесь Эндербиев. Но вот, опять же, функциональный момент, вероятно, выйдет на первый план. Или уже вышел. Да, видите. Занял позицию. Ну, конечно, я думаю, что здесь нужно активно добивать, доминировать. Не боится отдавать шаю Эндербиев. Он понимает, что гильотина не пройдет и подключает корпус. Перехват в инициативу. Там еще и в замке одна нога. Полминуты. Ну, что ж, пока получается пробарывает Эндербиев Гашоков. Ну, как бы, да. Видимо, Нур-Мухаммед много сил оставил в этих завязках. Возможно. Вот так вот. Ислам, идущий на серии с пяти поражений. Какой бой дает? Ну, могу сказать, что с Нур-Мухаммедом до конца надо держать ухо в астро. Потому что парень в своей ситуации воспользуется. Если у него будет такая возможность. Перерыв. Последний перерыв. Последний перерыв в этом поединке. И, наверное, какие-то промежуточные итоги, говорит, мы можем подвести. Борьба у Эндербиева проходит. Есть ли предпоследок к тому, что сейчас резко устанет Эндербиев? Я их не вижу лично. Да, согласен. Согласен. Да, на его стороне, как бы не было, опыт. Большой опыт. Даже с поражениями. Но, тем не менее, хороший опыт в боях. Мы видим, как он дышит. Что он совершенно не устал. Ну, устал, но для третьего раунда вполне себе держится хорошо перед третьим. И видно, что настроен. Настроен. Нур-Мухаммеду, конечно, надо изыскивать ситуации. Возможно, у Нур-Мухаммеда есть только один шанс выиграть. Это сделать. Оформить досрочную победу. Да, ну мы же сегодня видели в бою Сатучиев. Да, да. Да, как, в принципе, доминировал Сатучиев и в итоге пропустил удушающих. Да, Джохар Дашуев удивил, так удивил. Согласен. Так, смотрим. Естественный прессинг на первую секунду. Ход Ндрбива и идет он в борьбу. Тейкдаун. В самом начале. 15 секунд всего прошло. И он уже в гарде. То есть, с задачей минимум он справился за считанные мгновения. Да, и судя по всему, имеет достаточной, как сказать, достаточной энергии, чтобы довести этот бой в таком темпе. Парит, почему ноги не заправлял? Шикарная позиция была. Да, я иногда замечаю, бойцы даже с опытом бывают, ну, относятся к этому как-то так легко. Мне кажется, надо вот эти моменты тонкие. Работа у сетки, работа в партере, клинчи там. Вот есть тонкие моменты, которые, вот по некоторым бойцам смотришь, они ими не пользуются почему-то. Но в целом, вообще смешанное единоборство в последние годы, если не десятилетия, идут к некому универсализму. То есть, все равно бойцы используют то, что работает. Это не всегда красиво, это не всегда ярко, но это работает. И, соответственно, мы здесь чуть-чуть уходим в сторону прагматизма зрелищности к результативности. По-другому, наверное, и быть не может, но это бьет, наверное, по виду спорта. Ну, немного, да. Все равно зритель он как бы хочет, как ты ранее говорил, крови, зрелища, искр. Ну, это вот особенно, когда боец, в данном случае Индербиев, имеет в активе отрицательный рекорд, то, конечно, ему рисковать лишний раз не стоит. Здесь абсолютно понятно. Борит, пока есть возможность, вот, и идет борьба. Сейчас, в последнее время, опять же, наблюдается некий ренессанс ударников в ММА. Я лично очень рад этому процессу. Более того, как-то и каратисты по-новому зажили, и у шусэндоистов они всегда были в порядке, как говорится. Но и выходцы из тэквондо, так или иначе, ребята, которые бьют ногами, в том числе, они сейчас занимают, опять же, хорошие позиции в ММА. С чем ты это связываешь? Ведь доминация борцов, она вроде как продолжает присутствовать, но уже есть такие вкрапления. Да, ну, вот о чем ты и сказал, универсалов много стало. То есть, ребята чувствуют борьбу, и при этом не боятся там оказаться в ситуации, когда им прошли в ноги. Поэтому смелее наносят удары ногами, в том числе такие удары сложные, как с разворота, вертушка, у Широма Ваши там и так далее. Поэтому, да, есть такое. Это хорошо. Это хорошо. Кстати говоря, вот эта смена с борца на ударника в определенной степени проиллюстрирована полусредним весом UFC, где был Камар Усман, который всех борол, а потом на смену пришел Леон Эдвардс, который всех бьет в стойке. Это как будто бы слом одной эпохи и другой. Ну, эпохи или нет, это уже там относительный вопрос. Одного периода и другого. Потому что мы не знаем, сколько Эдвардс будет там на троне. Но все-таки это вот крен в сторону ударников. Да. Ну, вот я, кстати, ты сейчас заговорил про вот эти удары ногами. Я вспомнил бой 2020 года, когда Магомед Бибулатов здесь в Колизее красивым ударом с разворота сделал нокаут и выиграл соперника. Что даже английский комментатор, он там вышел и перед тем, как интервью брать, он вау сказал. Да-да-да, выиграл тогда у бразильца Магомед Бибулатов. Ну и вообще в клубе Ахмат удары с вращением ногой очень любят. Но также любят еще и локти с вращением. За это Джихад Юнусов отвечает и его брат в том числе. У нас мы отлеглись немного, потому что у нас положение вещей по большому счету не меняется. У нас идет позиция контроля сзади, удары коленом по бедрам, минута 10 до конца. И пока вообще не видно, за счет чего Нурмухамед Гашоков может все перевернуть. Да, одна ошибка и все может случиться. Но предпосылок к этому пока мы не видим. Да, мне кажется, усталость сказывается. Может быть еще один перевод, а вот это было красиво, амплитудно. Вот, пожалуйста, он вроде и перевел, но позицию не потерял сзади. Даже где-то улучшил, можно сказать. 30 секунд. Да, 30 секунд до конца. Я подозреваю, что особо ничего не поменяется. Кстати, еще один момент, когда колени летят по бедру, по пятой точке. В позвоночный столб бить нельзя, мы все это знаем. А вот если колено прилетает прямо в копчик, копчик является же основанием позвоночного столба? Ну, нет. Нет, то есть копчик бить можно? Ну, да. Получается, что именно удары же сверху запрещены, да? И удары, когда, ну, там, прямо направлены на позвоночный столб. Ну, копчик он так, скажем. Камерный вопрос, да? Да, да, камерный вопрос. Ну, я как бы не видел ни разу на практике, чтобы останавливали и делали замечания или предупреждения за такой удар. А таких ударов мы видим очень много в последнее время. Смотрим повторы. Сейчас будут объявлять победителя. Но, если честно, нет сомнений в том, что сам Эндербиев забирает эту встречу. Второй, третий раунд он, скорее всего, выиграл за счет борьбы. Первый был гораздо ближе. Инициатива переходила из рук в руки. Но на фоне общей математики в этом противостоянии это уже имеет не такое большое значение. В любом случае, давайте дождемся. Ну, я думаю, как бы ни было, Нур-Мухаммед со своим тренером обязательно сделают выводы. Он очень яркий боец. Я думаю, он вернется на победную серию и очень сильно будет еще удивлять нас. Сил, сил нет. Совсем у Эндербиева тоже. Он отработал на полной программе. Нет больше вот этого самого нуля, который кому-то жмет, как говорится. У Гашокова теперь будет 2-1. Да, но многие держатся за этот ноль. А, нет, это без сил, стоял именно Гашоков, да. Да, многие держатся за этот ноль. Ну, кого-то он в итоге расслабляет, когда уже его нет, нуля, в графе поражений. Многие начинают уже более спокойно работать, потому что понимают, что уже терять нечего. Ну, а Ислам Эндербиев закрывает серию с 5-ти неудач. Давайте порадуемся за этого парня. Благодаря мои, дамы и господа, в этом бою единогласным решением судей победу одержал боец в красном углу клетке Ислам Эндербиев. Поздравляем Ислама Эндербиева. Действительно заслуженная и трудовая победа. Нур Мухамеду не отчаиваться и продолжать тренироваться и удивлять нас красивыми боями.